Привет непрофессионалы и дилетанты! Вашему вниманию очередной матч ФНЛ-2 Лиги ЛФРМ между командами Канами и Тудас. Первый матч Канами мы уже смотрели, да? Ну, поглядим, как они будут выглядеть в этой встрече. Ну, Тудас по турнирному положению находится выше. Я слежу за тем, что люди там говорят по поводу разборок. Вот, говорят по предыдущей разборке, да? Ну, сейчас момент, может быть, нет. По предыдущей разборке говорят, там, понимаешь, почему Бубнов назвал фаворитом серпы молот, он что состав не смотрел? Ха-ха-ха! Представляешь, да? Для меня, для меня пока единственный ориентир, да, это ваше турнирное положение. Потому что я игроков не знаю. Собрались тут, понимаешь, Зиданы, да, и Гатуза, которых все должны знать. Вот. Вы должны понимать, вы должны понимать, что большая часть из вас, большая часть из вас для меня пока неизвестны игроки. Потому что я вас не знаю, я не знаю ваш уровень, я могу только по игре судить, что вы показываете, да? Если я ни одного вашего матча не видел, да, я не могу говорить, хороший это игрок или плохой. И тем более составы каждой команды, да, для меня совершенно пока ничего не говорят. Я, когда игроков в деле вижу, я уже делаю определенные выводы относительно их. А когда, знаешь как, когда знаешь как, если я ни одного твоего матча не видел, да, я не могу сказать, хорошо ты выступаешь или плохо. И тем более, тем более, ну скажем так, скажем так, это поспешные выводы. Я еще технико-тактические действия не считал, да. Вот сейчас момент, может быть, ужас. Ну вот что здесь отмечать, да. Тут голкипер сыграл как ребенок. И я вот всегда говорю, по вратарям я критику обычно не даю, потому что я не считаю себя экспертом в этой области, да. Ну здесь явная ошибка голкипера, ну куда ты побежал? Вот что ты сейчас, что ты, ты до мяча не добираешься первым, это уже очевидно, да. На выходе играть сложно, на выходе играть сложно, да. Здесь у форварда преимущество в этой ситуации, да, вратарь выбежал и остановился. Вот этого ни в коем случае нельзя делать. Надо либо бежать навстречу, да, либо, ну, стараться играть все-таки поближе к воротам. Угол обстрела, углом обстрела, да, но при этом здесь вратарь просто отбежал. Это какой-то кошмар. Ну если, если ты не умеешь играть на выходе, не выходи из ворот. Стой в воротах, у тебя хоть какой-то шанс будет отразить удар, да, если он по центру пойдет. А тут, ну, тут и защита провалилась, конечно, сто процентов, но вратарь, вратарь вообще, это же договорняк какой-то. Ну что он, отбежал и говорит, на, забивай мне в ворота, я в шоке. Ну давай посмотрим, с чего все началось. Ну все началось с атаки сходу, вот это вот. Магик 1094 отдал мяч сопернику, да, зачем он это сделал, непонятно. Ну ошибся, брак со всеми случается, да, ну вот очень хорошая атака сходу, хорошая атака сходу и линия офсайда не держится. Оранжевый забежал вперед защитник, да, вот, но здесь вот, вот, вот эта зона, вот эта зона просела. Тут три человека, раз, два, три и все дали отдать этот паз. Вот, коричневый, ну, коричневый, да, тоже не держит офсайд, но это другое дело, это другое дело немножко, он страхует. Ну, видишь, как вот из этих игроков хоть кто-то один должен был перехватить, а они не договорились. И мяч прошел мимо, мимо всех, понимаешь, вот. Ну и коричневый тоже, в кавычках, хорош, он должен был стараться ближе к нему играть, понимаешь, но в итоге провалился так, что, мама, не горюй. И несогласованность в обороне у Тудас приводит к голу Канами. Ну, гол, знаете, такой подаренный называется, я не знаю, ну, по организации атаки, конечно, гол хороший, и эта атака сходу, ее можно и образцовой назвать, да. Но, но игра вратаря в этой ситуации меня немножко смутила, потому что, ну, как-то он растерялся, выбежал из ворот, растерялся. И это ведь что плохо, это же неуверенность приносит в ряды защитников, да, они, то есть, уже знают, что вратарь там стоит дырявый, который пропускает, причем не просто пропускает, который даже не прыгает за мячом. Вот в чем проблема. Ну, сейчас пытается еще один пас такой проникающий сделать, Бесланбек, но оборона, оборона не сплоховала в этой ситуации, не дали отдать эту передачу. Хороший пас, ну, ну, что творит? Да ну, елки-палки! Не, ну, такого надо сворот сразу выгонять, потому что, ну, это не вратарь, это чет знает что. Два, ну, ну, ладно, в первом голе, да, там все-таки защита провалилась, действительно. Но здесь, опять же говорю, не умеешь играть, выноси мяч сразу, если ты не умеешь управлять. Я не знаю, что там сложного-то, что там сложного. Вот пас пошел, да, ну, все, выноси, что ты делаешь-то? Потому что здесь это единственный вариант, тебе дали для того, чтобы разъедить обстановку, да, и не надо ничего придумывать. Он все-таки пасы раздает. Ну, ты с головой-то дружишь! Петрович! Петрович, блин, ужас какой-то! Это, знаешь, ну, так играть... Я, я думаю, что Петрович, Петрович ставку сделал в букмекерской конторе на победу своей, на победу Канами. У меня такое ощущение, потому что... Ну, как это объяснить? Он катит мяч, и он даже, ну, в первом случае он даже не пытался отбивать, да, а сейчас он просто отдает мяч сопернику. Ну, это, это у меня, если бы я еще состоял в комитете по договорным играм, у меня были бы большие вопросы по этому матчу. Ну, потому что, ну, голкипер, голкипер явно не настроен на эту игру, да, или с ним договорились, или что, в чем проблема, да, Тудас атакует. Ну, Тудас, вроде бы, фавориты, а не по уменной таблице, вот, но все их усилия в атаке, ну, какие-то атаки они проводят, и это сто процентов, да, Да, они постоянно атакуют и контролируют, в общем-то, ход игры. Серж Фокс, ну, пас не на того пошел. Ну, видишь, они владеют этой инициативой, и вот тут тоже голкипер хорош. Знаешь, вот я замечаю, все-таки видно, что это уровень лиги ФНЛ-2, очень плохие, очень плохие. Что тут, что там, здесь, ну, в принципе, понятно, что осада ворот, да, определенная шла вот тут. Но это мяч, который вратарь должен без проблем забирать. Сказать, что здесь оборона провалилась, но это тоже неправильно, потому что, в принципе, защитники располагаются довольно правильно. Но вот здесь защитника можно тоже понять, он думает, что вратарь возьмет этот мяч, понимаешь? А вратарь не берет, он падает. И защитник, видишь, он уже рванул вперед, он уже думает, ну, это голкипер берет этот мяч. То есть, ему сюда бежать незачем, ну, как оказалось, видишь, и здесь тоже, и здесь тоже вратарь оказался в центре внимания. Ну, как так можно? Смотрим концовку первого тайма, Серж Фукс. Ну, вот таких ситуаций, когда видно, что голкипер стоит слабенький, нужно бить по воротам почаще. Причем даже издали удары тоже будут представлять опасность. Ну, если вратать действительно, действительно низкого уровня. Ну, я не могу, возможно, возможно, это сечение обстоятельств, да, вратаря Канами. Вот, но вратать Тудас, он, конечно, себя, себя показал. Не с самой лучшей стороны пока что. Да, но Тудас атакует довольно уверенно, довольно уверенно. Постоянно создает напряжение у ворот Канами, но пока этого недостаточно. Хотя, мы увидим, что Тудас, ну, лучше гораздо смотрится по игре, но вратарь их просто губит. Ну, вот, в прошлый раз Канами в прошлой разборке, да, играл с Старом. Тогда они 2-0 вели, вернее, 2-0 проигрывали, но в итоге смогли результат сравнять. Вот, ну, у них тогда Глютен вратарях тоже сыграл очень плохо, допускал много ошибок. Как-то там из дальнего удара пропустил и на выходе начудил. Вот, так что это тоже голкипер тот еще. Ну, вот, поэтому я не понимаю, что мешает Тудас просто бить по воротам. Потому что если голкипер, ну, он уже и в этом матче себя проявил не очень хорошо, да. Ну, надо просто бить. Они, видишь, они разыгрывают, они думают, что там Буфон играет. Вот, но в такой ситуации, когда вратарь слабый, надо бить. Я ничего не хочу сказать, да, он может обидеться, там, сказать, что это слабый. Ну, я уже 2 матча вижу, да, и не могу похвалить голкипера, не могу. У Тудас я вратаря вижу первый матч, поэтому о нем я вообще ничего не знаю. Но Глютен уже вторую игру подряд проводит неуверенно. Потому что гол, который был забит в ворота Канами сегодня, да, это гол, опять же, на совести вратаря. Да, да, вот сейчас, вот сейчас уверенно сыграл, как и должен голкипер играть. Ничего не надо придумывать, ты не ноет, ты обычный вратарь. Вот сейчас и Петрович тоже сыграл нормально, да, нет вот этих вот вратарских финтов, да, непонятных. Это, знаешь, это ненужные вещи, необязательные. Если ты уверен в себе, если команда выигрывает 5-0, можно себе позволить там поиграться с мячом. Ну, в других ситуациях важные моменты вратарю нужно играть максимально проще, как можно проще, точнее, да. Ну, вот, выносить, отдавать партнерам безопасные позиции, ну, это, это, знаешь, лучше в борьбу на вынос, чем на ножку сопернику, который рядом будет стоять и тут же пробьет по воротам. Ну, пытается, вы видите, пытается оттуда атаковать, ну, видишь, какой момент, ну, такой, не самый, не самый серьезный. Вот так вот. Ну, вот сейчас, может быть, момент, минимал риск, пытается найти до ворот Тудаса, не получается, и вот Тудас уже может организовать контратаку. Ну, куда там, куда там, еще и желтая каточка, Креспа, он ругается, конечно, да, но автор двух мячей Konami в этом матче. Креспа, и сейчас, и сейчас, и сейчас, ну, знаешь, для Тудас очень важный момент. Им надо забивать, им надо что-то придумывать, и они сейчас попытаются это сделать. Мы посмотрим, да, во всяком случае, как, можно сказать, от третьего лица, вот так вот, процесс, процесс исполнения этого розыгрыша. Ну, розыгрыш не удался сразу же, вот, и контратвет, ну, классная игра защитника, магик в этой ситуации. Четко отработал, поставил корпус, поставил ногу, как положено, да, и сыграл четко в мяч. Я уважаю оборонительную игру защитников, да, классную. Так они должны играть. Хаузер играет налево, здесь совок, совок дальше, ну, где подача? Ну, должна была быть подача, ну, так тоже неплохо. Ну, видишь, нет обострения. Тудас много атакует, его стоило обострить, как тут же гол. 2-2, ну, для Канами это любимый счет, 2-2. То они ведут 2-0, играют 2-2, то они проигрывают 2-0, играют 2-2. Ну, вот, на последних, уже можно сказать, минутах, на последних минутах удается, удается Тудас сравнить счет. Ну, видишь, как, они, они хоть и рассматривались фаворитами, да, но они, странно, что не пользуются теми преимуществами, которые есть. Креспа, удар, и вот Петрович внезапно, внезапно заиграл в воротах, да, тоже, говорит, ну, ладно уж, я вообще, на самом деле, ставил, ну, тут он больше, да. Вот так вот, поэтому, ну, да, может быть, они два вратаря на такой счет договорились, кто знает. Ну, уж, очень много ошибок вратарских, которые едва не испортили впечатление об игре. Так, причем, видно, что вот сейчас Петрович же хорошо сыграл, то есть, в принципе, какими-то вратарскими приемами владеет, так что ему мешало в первом случае, вот это интересно узнать, чем обусловлена эта ошибка была. Одно из последних действий, наверное, уже добавленное время, Петрович уверенно сейчас на выходе сыграл, может быть, он младшего брата посадил за приставку в первом тайме, я не знаю, но сейчас абсолютно уверенно играет на выходе, в концовке матча, когда, по идее, нервы должны сдавать, вот, он это спокойно делает. А в начале игры он не может на выходе сыграть, это довольно странно, но он сейчас тоже стоит, вот сейчас тоже психует, непонятно, что происходит, но, в принципе, в этой игре по качеству, да, демонстрируемого футбола лучше был Тудас, конечно. Но, Канами, свои моменты, подарки, которые им подарил вратарь Тудаса, да, они эти податки использовали. Что я могу сказать по игре? Ну, тут вопросов вообще никаких к полевым игрокам Тудаса в плане организации игры, они довольно неплохо атаковали, они вели этот матч, вот. Но, видно, что и Калибек, огромный объем технико-тактических действий делал, Девил, Диджей Квест, Рыбалка, ну, Серж Фокс 15, но 10 всего. Удачных совок, лучший игрок матча признан, да, то есть, видишь, по технико-тактическим действиям команда... Команда играла. Что касается Канами, у них, видишь, технико-тактических гораздо меньше, гораздо меньше, вот. И никто, никто 15 даже не сделал, только минимал риск приблизился, да, к 15. Ну, 15 это хороший уровень, да, то есть, все сделали ниже, это говорит о том, что, в принципе, команда играет довольно-таки слабо, да, но, но все-таки есть определенные моменты, да, реализация у Канами хорошая. Это без вопросов вообще. Они здорово реализуют моменты свои, вот, а Тудас, ну, усложняли игру. Там, где надо было попроще сыграть, лучше пробить, да, они начинали пасовать. Удивительно, Калибек, Калибек больше всех обводок выполнил, больше всех дриблингов. Хотя, опорный полузащитник, это довольно странно, что он является лучшим по дриблингу в составе своей команды, да, ну, по отборам тоже вполне неплохо защитники смотрелись, вот. Ну, что касается, у Петровича 4 сейва, у Глютена 6, ну, тут, конечно, этот матч оба вратаря, я думаю, себе в минус могут занести, вот. Хотя, в принципе, в принципе, если убрать вот эти вот вратарские голы, да, это победа Тудора 1-0, ну, так вот, если посудить. Но, по счету ничья, и, в принципе, ну, хочется, чтобы команды как-то поработали, потренировали своих вратарей. Может быть, я же вещь, я о них ничего не знаю практически, то есть, какая у них история. Может, они свой второй матч проводят, да, второй матч проводят. Естественно, тяжело начинать, да, все-таки это ФНЛ-2, тут могут быть совсем новички, игроки, да, которые раньше, ну, скажем так, играли, может быть, на других позициях. Потому что вратарем довольно сложно играть, и если играть вратарем, то этот вратарь, он должен быть очень хорошего уровня, да, живой. Потому что если играть вратарем не умеешь, это главный враг команды. Ну, в любом случае, спасибо всем за просмотр, надеюсь, что вам понравилось. Если это так, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал и на группу LFRM. Всем большое спасибо, удачи и до свидания.